Большой вместительный ящик, третью детскую комнату, это НДФ, глянки, там у нас все гораздо проще. Всем привет, это Реальный Дизайн, меня зовут Екатерина Семькова, я представляю студию Семькова Дизайн, и сегодня я хочу вас познакомить с нашим реализованным проектом. Мы с вами находимся в реализованном нами проекте, это квартира, располагающаяся в жилом комплексе «Маяк», общей площадью 130 квадратных метров, высота потолков 3 метра. Основная концепция данной квартиры заключается в том, что она предназначена для семьи из пяти человек, где, соответственно, муж, жена и трое детей. Начнем наше знакомство с объектом, с входной зоны. И первое, что мы видим, это большой устроенный шкаф с зеркальными фасадами, что увеличивает пространство и делает его более праздничным. Также возле двери находится пуф, где располагается под ним ящик для хранения различных аксессуаров и по уходу за овоем. Также мы видим с вами консоль для хранения ключей, каких-то мелочей и большое зеркало. Мебель выполнена вся на заказ в компании «Кухни Вариант». Изготовление у них довольно-таки быстрое. Они в течение недели изготавливают уже полностью всю мебель и готовы приехать к вам на сборку. Из чего состоит мебель? Это МДФ с покрытием пленки высокого качества, суперматовая, цвет белый. Она очень проста в обслуживании и приятном использовании. Что касается шкафа, какая система хранения? Значит, первая секция. Там располагаются полки для хранения головных уборов и обуви. И вторая часть шкафа. Там уже хранится верхняя одежда, которая вешается на штамбу на вешалке. Глубина шкафа составляет 520 мм, что позволяет расположить штамбу поперечную. Также вы видите видео дымофон. И хотелось бы вам рассказать о зоне освещения. Здесь предусмотрены два вида освещения. Это точечные светильники на потолке и бра для более спокойного освещения. Хочется отметить, что здесь сделаны переходные выключатели. Это очень удобно. То есть, когда вы входите в квартиру, вы включаете свет. И когда вы уже выходите из входной зоны, то не возвращаясь в грязную зону, вы свет выключаете. Ну, а теперь мы с вами перейдем в гостиную, совмещенную с кухней. Наша гостиная поделена на три функциональные зоны. Это непосредственно зона приготовления пищи, сама кухня. Зона отдыха, это диван. И обеденная зона, которая располагается на присоединенной лоджии. Ну и начнем наше знакомство мы с зоны приготовления пищи, это кухня. Сама кухня выполнена, фасады выполнены из МДФ, покрытые пленкой. Столешница и фартук, выполнены из кварцевого агумерата. Это, наверное, самый лучший материал для заготовления столешниц на данный момент. Имеет ряд преимуществ. Если мы будем сравнивать с акриловым камнем, то, например, акриловый камень не настолько устойчив к царапинам и к температурным перепадам. Далее давайте с вами рассмотрим наполнение кухни. Значит, это сервант, который выполняет функцию винного шкафа, где хранится алкоголь. И также для стекла, фужеров, бокалов, посушка для тарелок. Она очень удобно располагается внизу кухни, не надо тянуться. Ну и также для детей будет очень удобно доставать самостоятельно посуду. Ну и также хочется отметить очень удобное устройство. Это выдвижное мусорное ведро, которое выезжает из-под крышки и снова заезжает в него. Таким образом, он сбавляет вас неприятный запах. И не надо завязать под мойку, чтобы что-то надеть. Ну, здесь располагается посудомойка размером 600 мм, морозильник отдельно стоящий, встроенный, и встроенный холодильник. У вас реализован остров. Здесь у нас реализован остров для принятия завтраков или каких-то легких перекусов. Также хочется обратить внимание на встроенную, полностью встроенную шкафовую вытяжку. Благодаря тому, что она встроена полностью, она не нарушает целостности самой кухни. Далее вы видите диван, который уже относится к зоне отдыха. Наполнение этого дивана фух-перо, что позволяет, в прямом смысле слова, проваливаться в него. Он очень удобный и уютный. Изготавливался этот диван по индивидуальным размерам в компании «Диваник». Ну, и далее перейдем с вами в обеденную зону. Она располагается на присоединенной лоджии. Естественно, она была утеплена. Было заменено остекление на теплое. Сделан теплый электрический пол. И для удобства был сделан электрический карниз для открытия штор. Во-первых, чтобы не трогать их лишний раз руками. Ну и, во-вторых, чтобы не пробираться к окну для того, чтобы открыть окно. А теперь давайте перейдем в детскую комнату. Мы находимся с вами в детской комнате мальчика. Мальчику всего два с половиной года. В связи с тем, что площадь данной комнаты небольшая, всего 10 квадратных метров, было принято решение расположить встроенный шкаф вокруг окна. Здесь сделаны две основные секции для хранения одежды и нижняя секция для хранения игрушек. Обратите внимание, что данный диванчик, который уютно расположился под окном, он выдвигается. Это было предусмотрено для того, на тот возраст, когда ребенку будет уже 7 лет, и он пойдет в школу. На стене располагаются фотообои бесшовные винил на флизелине в виде карты, которая, думаю, будет очень интересна детям. Кровать-машинка, очень удобная, с ортопедическим основанием, с подсветкой дна, подсветка фарт, и также здесь есть большой вместительный ящик для хранения, например, постельного белья и игрушек. Шведская стенка для развития физического моша. Ну и здесь предусмотрены только потолочные освещения в виде точечных светильников, но их достаточно. А теперь мы с вами перейдем в еще одну детскую комнату, уже для девочки 12 лет. Пожалуйста. Мы находимся с вами в комнате для девочки 12 лет. Здесь располагается встроенный шкаф, МДФ, пленка, диван-кровать. У дивана-кровати ортопедический матрас, и также имеется дополнительное спальное место для, например, временной ночевки друзей. Диван выполнен также из антивандальной ткани, которая легко чистится от всякого рода загрязнений. На стене в молдинге расположены бесшовные обои винилном флюзине. Также здесь зеркало, выполненное на заказ для девочки, которая будет наряжаться и смотреться на себя в зеркало. Ну а на присоединенной утепленной лоджии располагается рабочая зона для школьницы. А теперь переходим с вами в главную спальню. Мы находимся с вами в спальне. Здесь располагается большая кровать, которая изготовлена по индивидуальным размерам. Как вы видите, она выше, чем стандартная кровать, не имеет ножек. Это было пожелание заказчиков. И также здесь можно отметить, что отстегивается данная ткань, для того, чтобы ее можно было снять, постирать и снова прицепить. С подъемным механизмом, очень вместительным ящиком внутри. На стенах располагаются, так как везде во всей квартире, молдинги, что соответствует стилю неоклассика. После кровати освещение в виде потолочных светильников и также брано-стенные для чтения. В данной зоне туалетный столик для заказчицы и тумба под ТВ непосредственно сам телевизор. На утепленной присоединенной лоджии располагается рабочая зона для заказчика. Также здесь располагается электрический теплый полк. И в спании мы с вами попадаем в третью детскую комнату для девочки шести лет. В данной комнате также располагаются на стене обои бесшовные. И дальше вы видите купольный домик и рабочие зоны для маленькой девочки. Концепция дальней детской комнаты очень похожа на детскую комнату, которую мы с вами рассматривали ранее. Это диван, выполненный в каретной стяжке, дешевные обои на стене, встроенный шкаф белого цвета, зеркало и рабочая зона, которая располагается на утепленной лоджии. Единственное отличие это в количестве игрушек. В данном объекте предусмотрены два санузла. Это ванная комната и душевая. Давайте с вами пройдем в ванную комнату. В ванной комнате у нас располагается раковина. Раковина изготовлена из акрилового камня. Изготовлена она была там же, где и кварцевая столешница. Это компания МИК-НН. Раковина с щеливым сливом. Размер раковины 140 см. Подвесная вместе с тумбой. Вся сантехника выполнена в золотом оттенке. Это придает особый шик интерьеру, но и имеет свои недостатки. Поэтому, если вдруг вам захочется золотую сантехку, вы должны учитывать. Потому что это очень красиво, очень торжественно. Выглядит очень богато. Но ухаживать за ней надо очень тщательно. Потому что на ней будут видны каждая капелька и царапель. Поэтому, если даже вы выбираете золотую сантехку, то вы должны убедиться в том, что она хорошего качества и неподвижна царапелька. Покрытие это керамогранит. И на полу, на полу лопатированный керамогранит, который не имеет глянца. Это сделано не просто так. Это сделано для того, чтобы пол не был скользким, когда вы вылезаете, например, из ванны. Ну и здесь уже глянцевая плитка. Глянцевый керамогранит. Размер плитки 60 на 120. Далее хочется отметить тумбу и пенал, который располагается здесь. Он выполнен также в МДФ и в глянцевой пленке. Здесь располагается ящик для грязного белья. Корзина для грязного белья. Ну и здесь ящики для хранения каких-то средств по уходу и полотенце. Далее давайте с вами перейдем к ванне. Ванна выполнена из кварила. Он очень похож по внешнему виду на акрил, но имеет ряд преимуществ по сравнению с акрилом. Он более устойчив к царапинам. Ванна более тяжелая и как следствие более устойчива. Вообще, в принципе, стоит на полу устойчиво. Далее также здесь сантехника выполнена в золотых тонах. И по стеклянной полке, которая ниша, которая подсвечивается. Что касаемо освещения. Здесь предусмотрено потолочное освещение в виде точечных светильников. Подвесные светильники возле раковины, которые дают свет на зеркало. И также здесь панорамное освещение по периметру потолка. Это очень удобно в ночное время. Не зажигать основной свет, а можно зажечь только лишь одно и тупоцветку. Также здесь предусмотрена встраиваемая музыкальная система, встраиваемые динамики и управление музыкой, панель, встраиваемая на стене. Полотенцесушитель электрический, также выполнен в золотых тонах. Теперь перейдем с вами во второй санузел, где расположена душевая. Душевая брутальная. Была по заказу заказчика. Ему решили выделить его комнату. Сто тридцати квадратов именно здесь. Здесь классическое, беспроигрышное сочетание серого, в данном случае это серый керамогранит под мрамом, и дерево. Также здесь раковина выполнена из акрилового камня, щелевым сливом. Встраиваемые смесители в стену угроза и непосредственно сама зона душевой. Стекло матовое. Кстати, это очень удобно в плане стекла, потому что если вы хотите делать перегородку в ванне или в душевой, и если вы хотите делать прозрачное стекло, то вам придется очень часто это стекло мыть, потому что на них видны все капли. В плане матового стекла здесь все гораздо проще, капли не видно, разводов не видно, но если мы говорим о черном стекле, то здесь может быть со временем виден белый налет, что тоже требует особого ухода. Поэтому имейте в виду, покупаем стекла. Тумба выполнена из плитки, имитирующая дерево, что перекликается с тумбой, которая также сделана под деревом. Тумба выполнена из МТФ, покрытие из дака. И в душевой у вас тоже, да, получается? Да, в душевой также располагается подобная плитка. Также хочется сказать про двери. Двери выполнены из эмали. Это компания Фромир, их изготавливает. Данная модель непосредственно называется Эмма. Они хороши тем, что у них идет до 8 слоев испанской эмали. И производство не быстрое, они изготавливают их около 2 месяцев. Но это связано с тем, что каждому слою эмали необходимо время, чтобы просохнуть. Именно тогда будет очень крепкая, устойчивая к царапинам и любым утверждениям покрытия. И ручки фирмы Морель. Во всей квартире плентуса и карнизы потолочные выполнены из дюр-полимера. Плентуса размером 120 мм и карнизы размером 100 мм. Накольное покрытие во всей квартире выполнено из кварц-фенилового ламината. Это выбор был не случайный, это было пожелание заказчика. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным ламинатом. Первое и самое главное преимущество – он влагостоек. Таким образом, он может посредноваться с, например, тем же керамогранитом. По сравнению с ламинатом, кварц-фениловый ламинат можно класть на теплый пол, что было принципиально важно в данной квартире, потому что везде были присоединены лоджии, соответственно, выбор был либо керамогранит или плитка, либо кварц-фениловый ламинат. Но в связи с тем, что в квартире проживают дети, плитка для них может быть травмоопасна, особенно в зоне кухни, где влажная зона. И, в принципе, если не включать теплый пол, то плитка будет холодная, если ходить по небесикам. Именно поэтому было принято решение во всей квартире выложить кварц-фениловый ламинат. Причем он везде выложен без швов. То есть нет перехода из одного помещения в другую. Спасибо вам, что вы посетили мой проект. Я очень была рада вас видеть. С вами была Екатерина Симфова.